Телепортация это технология будущего, которую нам очень хотелось бы иметь. И в кинематографе время от времени проскакивают эффекты телепортации. Но вся прелесть в том, что никто точно не знает, как это должно выглядеть. Например, в фильме «Петля времени» это обычное появление, а кто-то видит телепортацию как появление в какой-то волшебной дымке с искажением пространства. Как вы уже поняли из названия, мы будем создавать эффектную телепортацию. И вот как могут выглядеть варианты такой телепортации. Всем привет, меня зовут Артур Вишневский и добро пожаловать в Asus Studio. Здесь мы научим тебя обработке видео, фото, визуальным эффектом, 3D-моделированию и дизайну. Неважно начинающий ты или профессионал, здесь ты точно найдешь для себя что-то новое. Переходи по адресу asus.studio, чтобы посмотреть все доступные уроки. Для такого эффекта телепортации мы сняли три кадра. Первый, где я пробегаю мимо камеры, якобы залетая в портал. И в конце кадра мы немного задержали камеру, чтобы получить пару секунд пустого фона. А в помещении кадр, где я выбегаю из портала и третий кадр пустой. Мы постарались как можно точнее повторить движение камеры второго кадра. Когда мы получили готовые кадры, мы закидываем их в программу для композитинга, в нашем случае это Adobe After Effects. И создавать эффект мы будем на ноутбуке Asus ZenBook Pro Duo. Он отлично подходит для выполнения различных творческих задач, благодаря второму экрану ScreenPad Plus, который увеличивает рабочее пространство и благодаря характеристикам, включая процессор Intel Core i9. Он легко поддерживает высокую производительность при одновременном запуске сразу нескольких приложений на основном и дополнительном экранах и обеспечит абсолютно плавное переключение между ними. В итоге перед нами в After Effects находятся три кадра. Кадр с экстерьером, кадр с интерьером и кадр с фоном для композитинга. И в моем случае я сначала бегу справа налево, а потом выбегаю на камеру. Но в вашем случае это может быть любое другое движение. Может быть человек в кадре выбегает справа налево, а может быть вообще падает сверху вниз и выпадает в помещение. Техника, которую я сейчас вам покажу, подойдет под любые вариации движений. И чтобы нагляднее показать вам, как сделать такой эффект, давайте перетащим кадр с интерьером на наш таймлайн. И первое, что нам нужно сделать, нам нужно найти точку, где мы хотим, чтобы закончился эффект с телепортом. В моем случае я хочу вот здесь, нажму Ctrl-Shift-D, чтобы разрезать этот кадр. То есть все, что идет до, будет нашим эффектом телепорта. Выделяем нижний слой, переходим в анимацию и трек камера. Здесь мы выбираем второй пункт, вариативный зум. И ждем, пока плагин сделает 3D-трекинг нашего кадра. Находим плоскость на стене, которая нам больше всего нравится, жмем правой кнопкой мыши и жмем создать нол и камеру. И между первыми двумя слоями мы разместим наш фон. Я нажму правой кнопкой мыши, Time Freeze Frame. То есть теперь это фотография. И смотрите, в чем дело, когда камера подходит к этой стене, сзади на фоне виден параллакс, поэтому в идеале оставлять видео. Но видео подойдет только в том случае, если вы сможете идеально повторить это движение приближения, как и в основном кадре. Если у вас не получилось это идеально повторить, как у меня, тогда сделайте это фотографией. И после того, как мы сделали это фотографией, мы сделаем этот слой 3D-слоем. То есть теперь наше статичное изображение фона приделано к главному фону. Используя масштаб, положение и повороты, сделайте так, чтобы это статичное изображение совпадало как можно точнее с основным фоном. И если вы сделали все правильно, у вас получится быстрое появление. Но у нас здесь появилось две основных проблемы. Первая проблема – это параллакс. Обратите внимание на стеллаж сзади, как меняется перспектива этого стеллажа. Это как раз связано с тем, что статичный кадр снят дальше. И в итоге мы получаем не совсем плавный переход. Идеально устранить мы это не сможем, но мы сможем сделать его чуть плавнее. Растянем этот слой вот сюда, нажмем T на клавиатуре, поставим кифрейм у непрозрачности, передвинемся назад. Поставим непрозрачность на 0%, выделим оба кифрейма и нажмем F9, чтобы смягчить эти анимации. Затем делаем дубликат нижнего слоя, перетаскиваем его на самый верх и меняем название на «Все тело». Но давайте сделаем эффект, как будто бы человек проходит сквозь стену. Если представить, что вы будете проходить сквозь плоскую стену, то части вашего тела будут постепенно проходить сквозь эту стену через такие овальчики. Ровно это мы и будем делать, а сделать это можно с помощью ротоскопинга. И теперь найдите кадр, где вы хотите, чтобы начинался эффект телепортации. То есть, где человек начинает проходить сквозь эту стену телепорта. У меня это вот здесь, где сначала начнет появляться кулак. А добавлять маски и делать ротоскопинг на ZenBook Pro Duo удобно на его втором экране ScreenPad Plus, потому что он тоже сенсорный и в комплекте идет ручка стилус. Обрежьте кадр на этом моменте. Затем сделайте дубликат этого слоя и нижний растяните чуть-чуть подальше. И обрежьте его на этом моменте. Верхний кадр мы назовем левая рука. Давайте сначала сделаем ротоскопинг всего тела. Жмем два раза на этот кадр, выбираем инструмент ротоскопинга и обводим все тело. И я делаю это с помощью нового плагина ротоскопинга в новой бета-версии Adobe After Effects. Эта бета-версия доступна абсолютно для всех, если у вас есть Adobe Creative Cloud. Это почти как замена хромакея. И доводим всю эту обводку до конца кадра. И когда закончили, нажмите Freeze, чтобы заморозить эту маску. Делаем дубликат левой руки, называем это правая рука. Правая рука начинает появляться где-то с этого момента. Делаем дубликат, называем голова. Делаем снова дубликат, называем это тело. Тело начинает появляться чуть-чуть попозже. Делаем снова дубликат и называем это ноги. Жмем два раза на левую руку и ротоскопингом обводим сначала кулак. Передвигаемся на один кадр вперед. Обводим чуть-чуть побольше. Зажимая Alt можно вырезать лишнее. Потом передвигаемся снова на один кадр вперед. Выделяем снова больше. И таким способом мы проходимся по всем конечностям, как будто бы они плавно проходят сквозь стену. И если вы сделали все правильно, то у вас получится что-то такое. Как будто вы пролазите сквозь портал. И в целом для кого-то это может быть будет уже достаточно. Но мы хотим сделать это эффектно, как и было заявлено в названии. Поэтому мы добавим такую светящуюся обводку портала, искажения пространства, какие-то графические элементы, что вы проходите сквозь реально какой-то крутой портал. Так что мы выделяем все эти слои, жмем правой кнопкой мыши Precompose. Назовем это Артур Рото. Ну или ваше имя. Выберем второй пункт и убедитесь, что галочка включена. Жмем ОК. И теперь мы можем начинать делать нашу магию. Делаем дубликат этого слоя и называем его Артур Обводка. Переходим в раздел Эффект, Стилизация, Find Edges. Жмем Инвертировать и увидим такие белые границы. Это явно что-то демоническое. Потом снова переходим в раздел Стилизации и выбираем Fresh Hold. Я поставлю где-то на 70. Наша цель сделать такую белую обводку. Если белая обводка видна, то это хорошо. Следующий плагин находится в разделе Кейнг и называется он Экстракт. Здесь мы выберем Альфа канал и будем устранять Альфа канал. Уменьшайте White Point до тех пор, пока не увидите только белую обводку. Теперь нам нужно заставить эту обводку светиться. Снова переходим в раздел Стилизации и находим Glow. Здесь я выберу цвета A и B. И внизу вы можете выставить любой цвет, который вам хочется. Например, может быть зеленый. И поиграйте с верхними тремя значениями до тех пор, пока не будете довольны. Потом сделаем дубликат этого плагина, чтобы усилить свечение, сделать его таким неоновым. И мы снова добавляем плагин Экстракт. Только в этот раз ставим параметр Luminance. Black Point увеличиваем очень сильно, чтобы пропали эти черные участки. И напоследок переходим в раздел Blur и Sharpen и добавляем Gaussian Blur. Я поставлю где-нибудь на троечку. И теперь мы светимся. Ура! Что тоже было бы прикольно для какого-то другого эффекта, но нам не нужно, чтобы мы светились постоянно. Для этого мы создадим маску вокруг себя. Анимируем положение этой маски, чтобы она следовала движению. И затем, начиная примерно с этого момента, поставим keyframe у экспансии маски. Передвинемся чуть-чуть подальше, когда мы уже вылезли из этого портала. И мы уменьшим экспансию этой маски до тех пор, пока она не исчезнет. И также увеличим размытие этой маски. Передвинемся подальше и увеличим размытие этой маски очень сильно. Где-нибудь на 70. Это создаст такой прикольный эффект, как будто мы проходим сквозь этот портал. Создание качественных визуальных эффектов заключается в проработке деталей. А для этого необходим очень важный инструмент. Монитор с высокой детализацией и точной цветопередачей. На ZenBook Pro Duo основной экран это 4K сенсорный OLED экран. Здесь расширенный цветовой охват и точная цветопередача, подтвержденная специальной сертификацией. И для кого-то такого перехода будет уже достаточно, но мы хотим больше. Мы хотим сделать эффектный, еще более эффектный портал. Так что мы делаем дубликат слоя Arthur Roto. Нижний переименовываем в Arthur Искажение. Выключаем видимость этого слоя и создаем новый корректирующий слой. Назовем его Искажение 1. У нас будет два вида искажения. Первое, которое идет вокруг вашего тела. Второе более масштабное. И на корректирующий слой мы добавим следующий плагин. Переходим в эффекты, Distort. И находим здесь Displacement Map. Меняем здесь на Arthur Искажение и Source на эффекты и маски. Если вы будете увеличивать эти два значения, то будет меняться искажение. Но, скорее всего, вы сейчас ничего не увидите, потому что этот кадр сейчас сверху. Чтобы нагляднее было, давайте вот эти два выключим. И это какой-то человек-невидимка. Давайте еще сильнее это увеличим. И чтобы сделать такое искажение более ярко выраженным, давайте выберем вот этот слой Arthur Искажения и добавим сюда Gaussian Blur. Увеличивая это значение, мы будем еще сильнее искажать, добавлять смягчение этому искажению. Также мы сюда добавим кривые и выберем альфа. Поднимем альфа еще сильнее, чтобы прямо оно так сильно выделялось. Включим обратно два верхних слоя и поиграем со значениями в Displacement Map, чтобы это сильнее было видно. Возможно, сделаем дубликат Displacement Map, чтобы еще сильнее это сделать. Главное, убедитесь, чтобы на моменте, когда вы уже вышли из этого портала, это значение у Displacement Map было на нуле. Что-то такое мы уже с вами имеем, но давайте добавим еще более сильное искажение. Создадим новый корректирующий слой и назовем его Искажение 2. И снова в разделе Distort найдем плагин Bulge. Вы увидите такой кругляшок. Давайте увеличим его масштаб. И так как кадр у нас динамичный, мы анимируем положение этого кругляшка. Ставим кейфрейм у центра этого кругляшка, переходим подальше и перемещаем его где-нибудь сюда. Также мы увеличим радиус побольше, чтобы смягчить границы этого круга. А это значение увеличивает искажение в плюс или наоборот в минус. Мы хотим сделать, чтобы оно вот как перепонка вот так колбасилось. Поэтому в самом начале мы поставим 0. Когда человек начинает появляться, мы сделаем минус. Потом передвигаемся снова вперед. Ставим плюс. Передвигаемся дальше. И ставим обратно 0. Также выделяем все эти кейфреймы и жмем F9. И вот такой телепортик мы получили. И теперь вы можете сюда добавлять по сути что угодно. Любой элемент телепорта. Это может быть как в Докторе Стрэнджа такое кольцо, которое крутится. Может быть какое-то электричество вокруг бегает. А может быть какая-то дымка появляется. Такие футажи можно легко найти на стоковых кадрах. Например, Envato Elements, Adobe Stack или Storyblocks. Например, у нас есть вот такой футаж. Перетащим его на наш таймлайн. И вон, уже сразу выглядит круто. Жмем F4, меняем режим наложения на Add. Делаем его 3D слоем. Немного поворачиваем, чтобы не было этого бага. Можно его еще как-то покрасить, анимировать масштаб и получить вот такой прикольный портал. И мы почти закончили наш эффект. Куча элементов накопилась на таймлайне. Это очень сильно начинает давить на производительность компьютера. Но ZenBook сейчас отлично справляется, потому что у него опять же процессор Intel Core i9, 32 гига оперативной памяти, видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060, SSD PCI-Express и так далее. Все характеристики вы найдете по ссылке в описании. Но что насчет второго кадра на улице? По сути, все точно так же, за исключением очень важного момента, и это как мы устранили человека в кадре. Есть один волшебный инструмент в After Effects, о котором не все знают. Переходим в Window и находим... Вот он. Жмем на него. И по сути, все, что нам здесь нужно сделать, это создать маску, обвести человека в кадре, через кифреймы анимировать движение этой маски, зададим начало и конец там, где нам нужно, поменяем режим маски на Subtract, в самом плагине поставим экспансию альфа на 3, метод объект, дальше ничего не меняем и жмем кнопочку волшебную. Это просто какая-то черная магия, но это реально работает. Не во всех случаях, но работает, так что обязательно попробуйте. В остальном это все те же эффекты, которые мы с вами проговорили, и вот что мы получили в итоге. И не забывайте, что на Asus Studio вы найдете еще больше обучений по созданию фанта. Фото, видео, 3D-моделированию и дизайну переходите по ссылке в описании и увидимся в следующем выпуске. До скорого!